ДИКО 3 ДИКО 3 ДИКО 3 ДИКО 4 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 Стрелочники, с одной стороны, а с другой стороны, что никаких оргвыводов, кроме оргвыводов на словах, не происходит. Нет? Что это значит? Это значит, что когда... Естественно, мы никогда не можем знать... Нет, проводится ревизия аэропортов. Сейчас проводится, насколько я понимаю, должна быть проведена ревизия кораблей. Речного порта, да? Да. Там на уши поставлен этот российский речной регистр, которым тоже, в общем, не позавидуешь в этой ситуации. То есть, да, плохо, что это всё делается постфактум, но, в принципе, так делается во всём мире. Когда происходит трагедия, то пытаются найти виновных, во-первых, это первые превентивные меры, чтобы как-то... Не знаю, успокоение ли это для родственников, но, тем не менее, чтобы как-то сгасить их недовольство. Потом, по идее, должны пытаться предотвратить это на будущее. Я вас на секунду перебью, прежде чем мы будем думать о том, кто виноват и что с этим делать. А вы как узнали про то, что случилось? Я включил радио, слышал. Здесь же тоже... Надо только понедельник, сколько радио... Там, здесь же всегда, как, например, было... Ты понимаешь масштаб трагедии, масштаб катастрофы, масштаб бедствия, ты понимаешь постепенно, когда и просто в разных ситуациях, это зависит от разных факторов. Когда был Беслан, очень долгая информация о том, что там находится не 1300 человек, а 300, информация о том, что там находится более тысячи человек, она намеренно сдерживалась. И было известно, что, например, рядом со школой в Беслане проводили матери и родственники тех, кто там находился, они проводили митинг, целью которого было донести до руководства страны, до населения страны, что на самом деле там не 335, по-моему, человек, или какая-то цифра вначале называлась такая. Ну, 300 с чем-то, да. А значительно-начительно больше. Известна история, что на федеральном канале это не показывали, при том, что у них не было указания не давать информацию об этом митинге, здесь работал принцип самоцензуры. Они сказали, если... Ребята, которые там работали, они сказали, что... Как канал об этом случае, в случае с Булгарии? Это довольно тонкие, вообще-то, материи. Надо ли сообщать количество жертв, и кому ты помогаешь, преступникам... Нет, нет, а здесь не так работалось. В Булгарии это не так было. В Булгарии совсем другой. В Булгарии это работало. Примерно. Я узнал, потому что в этом... Две недели провел в лесу, в лагере, работал вожатым с детьми, и все было прекрасно и замечательно. И вот в последний день, когда мы отправились в Москву, приехал один из родителей детей, и сказал, я говорю, что в Москве, что нового. А вообще-то сегодня в Москве, вообще в России день троу. И вот такое случилось. И в этом смысле ведь кошмар и трагедия обрушилась мгновенно, раз и навсегда. А про то, о чем ты говоришь, кто виноват, вот очень странное ощущение. Впрочем, может быть, я сейчас сам себе буду противоречить, потому что ощущение не очень новое. Мы его проходили уже, наверное, в январе, когда была трагедия в Домодедово, взрыва Домодедова, ощущение, что ты, в общем-то, ты не то, что не удивлен. То есть ты испытываешь все человеческие эмоции, но для тебя не занялось шоком этот ужас. То есть, да, теперь еще такая трагедия случилась. То есть ты не... И, соответственно, от этого общего, мне кажется, это такое общественное неудивление, некоторое анемия такое. О, Господи, ну вот опять. Именно из-за этого люди перестают уже дальше задавать вопросы. То есть раньше, черт возьми, давайте накажем виновных, а как же власть, а кто же куда смотрит. А дальше, то, о чем ты говоришь, начинается механическое заговаривание действительности. Есть некоторое количество ритуальных действий. Значит, первое лицо, или кто он там, Путин, второе, 17-е, не помню, отправляется общаться с родственниками, галочку поставили, значит, раздали компенсации, кто-то сказал, мне мало, кому-то дали больше, кому-то дали меньше, кто-то сказал, что же такое... Нет, все понятно, хорошо, а что дальше все-таки? Ничего. О том речь, что вот ничего не происходит. Мне совсем не к нашей теме, ну, чуть-чуть покасательной. Сегодня попалось на глаза интервью, которое дал член правления общественного мемориала Александр Черкасов, интернет-порталу Слон. Дело в том, что ровно два года тому назад исполнилось... Два года назад была убита Наталья Семирова. Была убита Наталья Семирова, прозащитница, которая работала в Чечне. Результатов расследования... Ну, да, и мы про них знаем, вернее, мы про них не знаем. Сегодня была создана специальная пресс-конференция, на которой представители мемориала говорили о том, что следствие изначально пошло по ложному пути... Да, пресс-конференция с говорящим названием. Два года после убийства Натальи Семировой следствие идет по ложному пути. И вот Черкасов дает длинное интервью, очень интересное, обязательно прочитайте. Мы на нашей странице в Фейсбуке вывесим ссылку на это интервью, на слоне. Черкасов говорит следующее. Его спрашивают, вы не намерены называть людей, которым была выгодна смерть Семировой? Он отвечает. Насчет людей, которым выгодна смерть Семировой, давайте вспомним недавно завершившийся процесс Рамзана Кадырова против Олега Орлова. Процесс этот мы обсуждали здесь, в этой студии. Суть процесса в том, что Олег Орлов... Заявил о причастности и ответственности Рамзана Кадырова в смерти Натальи Семировой. Рамзан Кадыров посчитал, что его оскорбили, и задели его честь и достоинство, и, соответственно, подал в суд и проиграл. И проиграл. Получилось, что в итоге наоборот, продолжает Черкасов, с доводами, показаниями и прочими аргументами защиты Олега. Речь идет о причастности силовой структуры Чеченской Республики к этому убийству. К убийству Семировой. Причастность конкретных лиц должно проверять следствие. Следствие этого не делает. Как мы видим, следствие мешает это делать. И дальше... Сейчас объясню, к чему я хочу эти слова процедировать. Дальше интервьюер спрашивает Черкасову. Логичный вопрос. Что дальше делать? Вы приводите список требований. Что есть, они не будут выполнены? Есть ли у этих трех организаций, которые проводили расследование, независимое расследование, то есть мемориалы, другие организации, новые газеты, какие-то иные формы воздействия на следствие? Отвечает Черкасов. Я не очень понимаю вопрос. На самом деле у нас достаточно слабое, а с другой стороны очень сильный инструмент – слово. Слово и право. Мы можем правовыми способами водействовать на наши власти, вплоть до обращения в Европейский суд по правам человека, если вы ожидали от меня такого ответа. Да, подаются жалобы в Европейский суд по правам человека, а не допуски страны защиты к материалам дела. А слово вроде бы очень слабое. Но, как показывает история-практика, очень эффективное средство, иногда более эффективное, чем, они говорят, стрельно-оружие. Оружие. Если это слово основано на праве. Ну, это... Как объяснить? Не связи, не видите? Нет, далеко очень. Мне очень хочется согласиться с Александром Черкасовым, который считает, что вот то независимое расследование, которое они сейчас проводят, стремясь указать следствие на какие-то нестыковки, ошибки, странные замалчивания, что с помощью этих двух очень слабых в нашем обществе приемов слова и права, они все-таки добьются и поймают, и осудят, и прочее настоящих убийц стимируют. Не только ее, да? Но эта фраза Черкасова здесь выглядит, по крайней мере, чрезвычайно наивно. Почему-то мне не хочется, ну, то есть, кто я такой, чтобы что-то говорить Черкасову, но когда он говорит, у нас есть сильное оружие, и это оружие, ты ждешь, ну, слово. Цветы угодники. Погоди, я не понимаю. Точно то же самое, то же самое здесь. Мы сейчас будем говорить о том, что, да, виноваты власти, виноваты капитаны, виноват тот, пятый, десятый. Ну, сейчас за эти дни много что появилось разных версий, проклятий и прочее. Дальше, действия какие? Я говорю вот о чем, что с каждой трагедией, с каждой катастрофой, мы говорим... То есть, идет одно и то же обсуждение. Да, и это еще одно ритуальное действие, которое на этот раз уже делает не власть, отправляясь общаться с родственниками или выплачивая им 300 тысяч рублей, черт возьми, а это ритуальная вещь, которую делает общество. Мы сидим и говорим, это кошмар, катастрофа, власть должна быть наказана. И так происходит после каждой трагедии, и ничего не меняется. В смысле, а ты что предлагаешь? Нет, я не говорю, я не предлагаю. Я не предлагаю, не дай бог, никакие коктейли молотого, хватит с них. Я говорю о том, что это... Я констатирую факт. В лишний раз сейчас, ну не то, что в лишний раз, а просто вот сейчас мы в очередной раз убедились, что это все бесконечное перебрасывание мячиками, ритуальными телодвижениями. Именно правда. И то, о чем говорит Орл Черкасов, про слово, которое может что-то изменить. Но дело в том, что это две истории несколько разные, потому что трагедия гибели Натальи Стемировой и катастрофа Булгарии – это вещи разного порядка. Конечно, конечно. Гибель Натальи Стемировой – это конкретные люди, которых конкретно Наталья Стемирова задела их конкретные интересы. Мы не знаем, какие мы можем догадываться, связанные с тем, с тем, с тем, с тем, с тем или с чем-то еще. Но есть некий круг лиц. История про Булгарию – это история про... Про общественную систему, да. Как было написано Володе Варфоломеевым, первым главным редактором Москвы, что вся Россия – это такая вот эта вот посудина. Пафосно, вероятно, но суть от этого не меняется. Это действительно так, потому что можно сколь угодно говорить, что конкретный... Есть действительно конкретный виновник. Человек, вот этот судовладелец, который там был как-то в аренде, в субаренде у него был этот корабль, который абсолютно осознавая, что судно 1955 года выпуска, которое... Несколько раз у него были какие-то происшествия, инциденты, недавно горел двигатель, то есть это 10-е, на которое он сознательно сажает больше людей, чем можно. Свою семью и все, что... Которое... Он абсолютно понимает, что эта история опасна. Он его выпускает, потому что таким образом он зарабатывает деньги. И ты можешь этим ограничиться. Также в случае с катастрофой Сапсана, например, ты можешь сказать, что виноват там проводник, который что-то не то сделал. А в случае с взрывами самолетов, двух самолетов, которые вылетали из Москвы, ты можешь сказать, что виноваты эти самые охранники, которые пропустили за взятку... А Забеслав сказать, что виноваты менты, которые пропустили грузовики. Ты можешь сказать так, и не пойти дальше. Но не идти дальше ты не можешь хотя бы в силу того, что происходит одна история, а потом происходит следующее, и следующее, и следующее. И это значит, что либо все вокруг дебилы, да? Либо все вокруг виноваты, либо виновата система. Люди, на самом деле, люди сами по себе, мне кажется, может я наивен, люди сами по себе, они неплохие. Так, давайте... Сейчас, секунду. Но если система выстроена таким образом, что человек не чувствует никакой ответственности, если он понимает, что никакой ответственности не будет, и когда, например, вот происходит переаттестация сотрудников уже полиции сейчас, и даже когда происходит переаттестация, мы слышим о том, что переаттестация происходит с теми самыми нарушениями, ради устранения которых переаттестация и задумана. Понимаешь? Система не может контролировать ничего. Так, давайте... И при этом есть нам, по-моему, есть реальные методы борьбы с этим. Потому что помнишь, как-то мы с тобой возвращались в Шереметьево и пытались сесть маршрутку. Маршрутка была уже переполнена. Мы пытались влечься и сказать, что вот мы пришли раньше. Нас водитель не пускал, он говорит, я не могу вас пустить, не могу вас провести. Речь шла про езди от Шереметьево-1 до Шереметьево-2. То есть совсем недолго, сколько там? 10-15 минут. Говорит, если меня остановят, то у меня отберут право. Соответственно, я потерял работу. В смысле, чтобы было бы слишком много людей? Это метод? Да, если бы она была переполнена. То же самое и здесь. Если бы просто банально штрафовали людей, владельца капитана или владельца этого судна, за то, что он отпускает судно в плавание, переполненное, оно было переполненное, у него вместимость 140 человек, а здесь от 180 до 208. простая мера совершенно. Хотя, опять же... Контроль. Да, контроль. Простой контроль. То же самое, что случилось, пресловутый пример, грузинские полицейские. Ну, грузинские полицейские, это как бы всю систему ломать. Это у нас... В том, в том, в том числе. Нет, это просто... Давайте на простой, на низшем уровне. Это не может работать на низшем уровне. Я тебе привел пример с маршруткой. Нише уровень. Сколько маршруток в Москве? Куча. А сколько маршруток в других городах? Это история. Контроль устанавливается сверху. Ты не можешь идти малым путем. Если у тебя один потрясающий водитель маршрутки, рядом с ним находится... Нет, не потрясающий, просто он понимает, с чем это закончится для него. Один нормальный, адекватный водитель маршрутки. Я его ненавидел, кстати, тогда тоже. А рядом с ним 15 его коллег, которые понимают, что если их остановят, например, они заплатят 150 рублей взятки. И все, и они пойдут дальше. А потом на повороте резком, из-за того, что у него там больше народа, он перевернется, и все это... Я просто говорю про то, что вот ожидать, что у нас будет то же самое, допустим, как в Грузии, это понятно, что это утопия. Позиций заключается... Поэтому нужно что-то... Позиций заключается в следующем. Ответственность начинается сверху. Если у тебя сыпется, например, транспортная инфраструктура полностью, у тебя без конца происходят на транспорте какие-то коллапсы. Ну, не без конца, но... Часто, очень часто. Сравнил статистику катастроф в России и, скажем, в Германии. Я не сравнил, но просто, поскольку я существую в новостях, я знаю, насколько часто я слышу про катастрофы в Германии, насколько часто я слышу про катастрофы в России. В России живешь? Про катастрофы поездов в Германии за последние шесть с половиной лет, что я работал на радиостанциях в Москве, я не слышал ни разу, да? А у нас я слышал. Но, между тем, я не слышал про отставку министра транспорта. Я очень много слышал про инциденты в армии, но я не слышал про отставку министра обороны. И так далее, и так далее. По каждому пункту отсутствует ответственность наверху. Можно найти чувака, сейчас найти тех, кто ввел суда, которые не подобрали. Возможно, они виноваты в том, что не подобрали, хотя там есть какие-то объяснения, что, дескать, они бы и не смогли их подобрать, только хуже этот угол. Не знаю, разберутся, но так или иначе, ответственность должна идти сверху. Все эти совещания, которые проводятся с компенсацией, то есть все пятьдесятые, там должна речь не только идти об этом. Вы, там, например, товарищ Левитин конкретный, вы не дорабатываете. Вы в январе пообещали, что мы обеспечим безопасность. Безопасность это не только вот эти игрушечные металлоискатели. Прости, сейчас поставили металлоискатели везде, никто вообще не отслеживает. Ну ладно, что металлоискатели стоят в стороне от прохода. Но проблема в том, что ты сейчас рассуждаешь, как президент Медведев. Да, нужно ответственность, нужно посадить и так далее, но этого ничего не будет. То есть, про это можно говорить, а смысл? Нет, нет, ты можешь с такой-то позиции попросить что угодно, да? Я говорю, что это простое... А я с тобой согласен. Знаешь почему? Воздух и сотрясание. Потому что ты говоришь значит так, люди в России вообще-то хорошие. Ну, по крайней мере, неплохие, недурные. Но так все здесь устроено в этой стране, в нашей стране, что ты поставил такие условия, что хочешь того или не хочешь, ты нарушаешь сначала закон или сначала какие-то моральные... да, нормальные критерии сосуществования, потом закон, потом еще, черт знает, что ты только-только не нарушаешь, не нарушаешь, и, в результате, все валится в тартарары. Такая логика, да? Ну, то есть, есть система, в которой ты находишься, и ты становишься ее частью более-неволей. Нет, есть система, которая, выражаясь пафосно, не делает... не предлагает человеку и не стимулирует его желание жить разумно, вечно и добро, да? А... ну, в кавычках, все естественно. Есть система, прогнившая, коррупционная и безвольная. Мне не нравится фраза твоего коллеги Владимира Варфоломеева, который сравнивает этот пароход, теплоход с Российской Федерацией. Это красивая метафора. «Титаник» может было бы сравнить со всей Европой и прочее. Это все слова, 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 слова. Я не согласен с этой идеей, просто потому, что это общая, такая, хтоническая, хтонический взгляд на все происходящее в России. Мы хорошие, ну, вообще-то. Но есть такая, такая ситуация, в общем, так как-то само получается, что власть у нас... Обычная, обычная. Власть у нас сраная. Обычная. И мы ничего не можем с этим сделать. Все так, ну, как-то так все устроено, что там наверху какие-то сидят ужасные люди. Ну, скажем так, мяк. Ну. Поэтому, в общем, мы были рады, но вы нас тоже поймите. Нет, это меня неправильно... Нет, это меня неправильно... А дальше и начинается. Это не история про то, что... Вот покуда. Это не история про то, что медик берет взятки, потому что у него маленькая зарплата. Я тебе не про это говорю. Ты, ну, вот, выглядит это так. Я тебе говорю про следующее, что для того, чтобы была ответственность на всех уровнях, ответственность должна начинаться наверху. Когда ты видишь, что безответственность с одного... Я считаю, что эти разговоры про то, что сначала господин президент Путин, господин президент Медведев и все остальные все были реальные президенты. Вот сначала вы начите себя, сначала почистите зубы, а потом уже дышите на нас с трибун. С трибун? Тогда вот этот разговор... Я тебе не говорю о том, что пока не отправили в отставку условного президента, условного премьера, ну, нужно... Сколько у тебя есть премьеров? Сейчас, подожди. Что пока этого не произошло, нужно всем вести себя не по закону. Нет, не так, естественно. Но просто дело в том, что задача людей, которые берут ответственность за государство и принимают присягу на конституцию, они берут ответственность за 140-миллионный многонациональный великий богоносный российский, русский, русский... Я же вижу, что люди, которые выходят в море, тоже берут себя присягой, они тоже действуют... Ты видел эти рожи? И, соответственно... Ты видел эти рожи? Как рожи? Как рожи? Я вижу твою рожи, и ты можешь, ну и что? Рожи как рожи. Нет, это элементарно, начни себя. Абсолютно. Да. Об этом я тебе говорю. Ты начинаешь с себя, но у тебя разный уровень ответственности по сравнению с этими людьми. Разный уровень он, этот человек, смотри, это же общественный договор. Мы вам делегируем власть, и вы, соответственно, поскольку мы вам эту власть дали, вы делаете так, что... Это договор, друг мой. Мы проехали 10 лет назад, или сколько там, после 2004 года. Когда делегировали, да. Да. Но мы с тобой описываем... Уже 7 лет. Нет. Нет. В чем проблема реальная? Что все закончено уже? Речь о том, что об этом можно рассчитывать после каждой трагедии. Пусть они чистят зубы, или не чистят. Святые угонники. Пусть делают, что хотят. Нет. Ты понимаешь, про что я делаю? Дальше начинается другой разговор. Когда... Вот, по-моему, на Сент-Опен-Спейс, или где-то, есть такая рубрика «Проживем без государства», она так называется. И там разные люди рассказывают о своем опыте выстраивания какого-то... Ну, понимаете, заданных рамках, как-то бы оставаться человеком. Малый путь, так сказать. Да. Да. Ну, просто... Не малый путь. Частный. Частный путь. Частное дело. И это совсем другое, нежели мы делаем свое маленькое дело, и дай бог вырастет маленькая наша розочка. Нет. Ты понимаешь, это прекрасно, это замечательно. Ну, действительно замечательно. Но просто проблема в том, что когда ты частным путем купишь себе билет на пароход, на который... Просто купил себе билет на теплоход. Купил, сел в каюту, открыл книжку читать. Но из-за того, что в тот момент, например, как в январе было сказано, ребят, проверьте безопасность везде. Там система построена таким образом, вся система построена таким образом, что ни хрена не стали проверять. Или все проверили, как-то все маскировочно. Твоя позиция ясна, но просто, на мой взгляд, то, о чем говорит Филя, то, что я пытаюсь объяснить я, что в данный момент все не сломается, вот так по мгновению палочки, не уйдут все в отставку, не перестроится система. А нужно, нужно жить сегодняшним днем и пытаться как-то эту проблему решать. И начинать снизу. Потому что на верху когда-нибудь это... Нет, не начинать, а жить снизу. Да, вот ты живешь снизу, но мы сейчас говорим, вот, например, то, что сейчас я говорю я, я там фантазирую, как мне кажется, следовало бы поступить президенту Российской Федерации. Отправить к чертям, это правительство в отставку. Потому что правительство не работает. После каждой трагедии. Просто потому что этот шаг, который, шаг сильного действительно лидера, этот шаг предотвращает в дальнейшем, минимизирует хотя бы возможность повторения подобных. Вот здесь, вот здесь, я тебе с тобой, кажется, впервые за сегодняшнюю программу соглашусь, потому что по меньшей мере этот шаг был бы некоторым сигналом для всех прочих, для капитанов, маленьких суденцев. Естественно. Вот я об этом и говорю. Но еще раз повторяю, что это утопия, и на этом мы идем на рекламу. Тихон, Тимофей, Филипп, Дедко 3. Здравствуйте. Мы продолжаем программу Дедко 3. В студии мои братья, Тимофей, Тихон и я, Филипп Дедко. Мы еще вернемся к главной теме сегодняшней недели, в конце программы, а сейчас хотим напомнить вам об одном удивительном открытии, которое совершил человек, занимающий не последнее место в истории становления российского государства с колен в 21 веке. Позвольте, я процитирую, можно? Мне кажется, если Бог определил народу жить еще какое-то количество веков, то в трудный час Он ему посылает тех, кто выводит народ из тупика, из войны, из разорения, из беды. И мне кажется, Ахмат Хаджи был таким человеком, которого послал Бог с чеченскому народу, чтобы вывести его из беды, в которую этот народ попал. Ведь его не кадровая служба какая-то подбирала этого человека, не какие-то анкеты читались перед этим, не проводились собеседования, не давались объявления в газеты, что требуется президент Чеченской республики. Я считаю, честно говоря, и Путина человеком, который был послан России судьбой и Господом в трудный для нее час для нашей большой общей нации. Мне кажется, что эти люди, Путин и Кадыров, по определению должны были друг друга найти, потому что оба они предназначены были судьбой для того, чтобы сохранить наши народы, большой народ России и часть этого народа, чеченский народ. Мне кажется, вот так это происходило. Это сказал первый замглава администрации президента Владислав Сурков, находясь в Грозном в эфире чеченского телевидения в предмире отмечаемого в Чечне в августе 60-летия со дня рождения первого президента Чечни. На самом деле, очень важные слова, потому что на протяжении долгого времени было непонятно, как, собственно, произошло, что в России человек, который до этого занимал отнюдь не руководящие должности и в администрации Петербурга, он был не очень как бы велик. И потом, ну, потом, правда, уже генерал ФСБ, и потом карьера вверх. Почему, казалось бы, это произошло? Теперь понятно. Я с тобой не соглашусь, потому что я вижу тут реминесценцию из интервью самого Рамзана Кадырова журнала «Коммерсант власти» в 2007 году он сказал, что Путин подарил чеченскому народу вторую жизнь, Аллах его назначил на это место. Путин, дар Божий, он подарил нам свободу. Так вот, в том-то и дело, что есть... Такой человек находка для России. Так что, я бы сказал, что всего-навсего ты об этом забыл и просто пришлось об этом снова напомнить. Нет, нет, нет. Просто есть некоторое количество людей, София Шуркова здесь была не первая, есть некоторое количество людей, которые знают истину. Истину с большой буквы. Люди, которые могут сказать слова. Например, Никита Сергеевич Михалков. Благословы, так сказать. Благословы? Да. Да. Например, Никита Сергеевич Михалков в свое время, это было на Украине, не случайно, это было в Киеве, в, так сказать, матери городов русских, откуда христианство пошло наше. Было сказано следующим им. Он напомнил, что, когда ты говорил, что Путин России послал Бог. Есть некоторые люди, которые это понимают и пытаются об этом все время своим, вот мы говорили сейчас про путь людей, да? Пытаются своим собственным путем это доказывать и продвигать. Вот в Нижегородской области, например, есть настоящее, так сказать, движение. Мне не хочется употреблять слово секта, но это люди, которые считают это... Пусть историю рассудят, как это называется. Они, вот адепты, вот это, ну, скажем, секты, они считают Владимира Путина святым. Они считают, и, собственно, в своих молитвах, которые они ежедневно к нему обращают, они просят его спасти страну от грядущего апокалипсиса. Например, там, они считают, что в прошлой жизни какой-то своей, в одной из прошлых, он был апостолом Павлом. Нет, он был Владимиром. Нет, он был Владимиром святым. Он был апостолом, так что... При этом эту секту возглавляет бывшая заключенная Светлана Фролова. наверное, потому что мученики, они, они и есть мученики. Прошли через все, да? Но при этом я хочу напомнить то, что и про Бориса Ельцина тоже говорили, что он царь. Насчет того, что Бог... Совершенно, это вещи совершенно разного, разного порядка. Мне интересно... А, по-моему, нет, как раз, что это просто представление на Руси, что... Нет, никто не говорит... что царь, это наместник Бога на земле. здесь была, здесь была, скорее, литература. Царь Борис, отсылки к истории. То есть, это была такая, ну, скорее, игра для тех, кто выпендривается, да? Нет, это просто такое понимание главы государства в России. Ну, это все, это культурология, все это вонючая. А здесь речь идет, настоящий пасконный, опять же, опять же, слово хтоническое, здесь к этому подходит. Я бы на честь пришел из лесов. Да, это абсолютно лесная, фольклорная, такая, истинно русская история. Мне интересно поговорить об этом с точки зрения теологии. Все-таки, это посланник Божий, Бог, святой, вот... Мне кажется, что посланник, естественно. Человек, который послан для того, чтобы Россию... Ну, как говорит Владислав Юрьевич? А Владислав Юрьевич, он когда говорит, он говорит истину. Владислав Юрьевич говорит, что этот человек послан России судьбой Господом в трудный для нее час для всей нашей большой общей нации. И мы можем посмотреть, что за последнее время, а вот для нашей большой нации, для того, чтобы наша наша была еще более сплоченной, нация, ну, это я говорю, российский народ, ну, какой там русский, чеченский еще, чтобы наш российский народ был сплоченнее в последние годы, 10 лет, что Владимир Путин находится на самых первых должностях в иерархии российского государства, было сделано все. Чеченская война вторая, значит, вот всяческая поддержка националистических движений и прочее, прочее. Было сделано все для того, чтобы мы жили добрее, дружнее и теснее. Милосерднее. Милосерднее друг к другу были. Когда он говорит мочить сортире, это образец милосердия его. Почему? Потому что это, ну, это нельзя объяснить. Это можно только чувствовать. Некоторое, ну, так сказать, коллективное действие. То есть, когда одни люди совершают некое действие, но другими людьми важно для всех людей вместе. Понимаете? По-моему, надо этой фразой постебаться уже всех, кто мог. А мы не стебемся. Поэтому я невежность разъясняю. Давайте не будем заниматься профанацией. Я... Было бы интересно в связи с этим поговорить еще о том, собственно, в некоторых проявлениях этого божественности. Я не очень готов к этому разговору, кроме того, что... Ну, то у всех это на поверхности, иногда, да, перед глазами. Появление его, вот, посланника Божья, как нам стало известно на днях, посланника Божья Путина, появление его во всей красе, перед всей нацией. Это случилось на минуточку, на минуточку. Когда? 31-го. Когда? Это случилось в канун нового тысячелетия. Не, ну, его появление в новом, так сказать... Да, да. В новом статусе. Окей. И это, конечно, тоже знак, потому что новое тысячелетие может быть... Ну, возможно, возможно. Тут можно процитировать прихожанку секты Пресвятой Богородице, воскрешающая Русь, которая сказала той же... А, нет, это газета Московская комсомольца. Она сказала, что... Ведь мы президента не выбирали. Я вместе со всей страной смотрела по телевизору, как Ельцин назначил преемника. И только я увидела Владимира Владимировича, как мой дух возрадовался. Все человек. Его выбрал сам Бог. Вот. Возможно, летоисчисление будет вестись, собственно говоря, с этого самого момента. Не случайно. Тут такие календарные, да, происходят интересные вещи. Я хочу привести еще один интересный... тут речь о том, что просто русский народ готов был, ждал, когда ему укажут на преемника. Конечно, потому что было иго, было иго Вашингтонского обкома. Ельцин разрушитель, а тут пришел такой спаситель. Да, был еврейский капитал, вот это вот... Кстати, он не до конца еще... Ну, не до конца, но... Ушел. Не до конца ушел. Блядя на вас, я могу это... Мы же понимаем, что он уйдет, но путь русского народа, он такой... Вот это все, иго Вашингтона, вот эти вот западные псевдоценности, вот этот вот явно какой-то антихристианский и такой нехристический... Я рискну пойти дальше. Ниберализм, понимаешь? Я рискну пойти дальше. Если Сурков считает, что Путин посланник Божий, кто-то там говорит, что Путин святой, то, разумеется, где-то рядом ходит, ходит, бродит, колобродит мысль о том, что Путин бог. Ну, вот так. Бог от него сияние исходит. Да? Как было сказано в фильме Ассо. Представим. Представим. Таким образом, мы откроем толковый словарь Ожегова. Как советует, например, Владимир Владимирович другой, Киселев. Говорит, откройте словарь Ожегова. Да, об этом мы еще поговорим. И... Ожегов, как известно, сообщает пословицы и поговорки и трактует их. И вот нехитрая махинация, нехитрая махинация... Подожди, Путин же попал в словарь Ожегова. Послушайте, может, пожалуйста. Спокойно. Мы все волнуемся, когда говорим на эту тему. Но все-таки чуть тише. Имей терпение. Да. Если... Чуть тише. Несложная махинация нам поможет воссоздать истинное значение русских пословиц и поговорок. Итак. Все под Путиным ходим. Разговорное. Никто не знает, что может с ним случиться. На Путина надейся, а сам не плашай. Пословицу значений во всем нужно рассчитывать на самого себя. Дай Путин каждому. Разговорное. О чем-нибудь хорошем или желательном. Здоровье у него. Дай Путин каждому. Не дай или не приведи Путин. Тоже разговорное. Выражение нежелательности, недопустимости, беспокойства по поводу осуществления чего-нибудь. Например. Не дай Путин заболеть, не приведи Путин заблудиться. Или выражение крайней степени проявления чего-нибудь нежелательного, а также вообще о ком-нибудь или о чем-нибудь очень плохом. Так рассердился, что не приведи Путин. Или другой пример. Ради Путина. Тоже разговорное. Это значит, пожалуйста, очень прошу ради всего святого. Замолчит и ради Путина. Ну и так далее. Здесь очень много примеров. Вот еще мне нравится. Упаси тебя, Путин. Разговорное. Упаси тебя, Путин? Упаси тебя, Путин. Тоже, что не дай, Путин. Или побойся Путина. Имейте совесть, постыдитесь. Ну его к Путину. Просторейшее выражение пренебрежения и нежелание иметь дело с кем-нибудь. Искра путинская. В ком-то или у кого-то. Подождите, на его к Путина как-то первый раз слышишь такое выражение. Вы его к Путину? Да. Вы его к Путину? Ну что ты? Ты по улице ходишь когда-нибудь? Ты в метро ездишь? Нет, а вы уже замените что-то другое, видимо? Какое-то другое слово? Что-то побойся Путина. И, наконец, путинская коровка. Побойся Путина, я понимаю. Почему-то Ложигов тоже сообщает этот пример. Путинская коровка? Путинская коровка – это небольшой летающий жучок яркой окраски. С черными пятнышками на красных или желтых над крыльях. Тут довольно большой, короче говоря, пласт культурных ассоциаций, который возникает, как только мы предположим, что то речение Суркова, которое мы на этой неделе услышали, о том, что Путин – посланник Божий, действительно является истиной, как всегда, впрочем. И не будем забывать, что все под Путиным ходим. Ну и дай Путин каждому. Мне кажется, что еще очень одно интересное движение, что появляются новые крестоносцы. Поскольку крестоносцы – это были люди, которые сражались за Господа своего, то и в наши, в 2001 веке, в 2021 веке, в 2011 году тоже появляются новые крестоносцы, готовые за Путина биться. Так это твое любимое движение «Наше»? Нет, мое любимое движение «Наше», конечно. И нельзя нам забывать о том, что Василий Григорьевич Якименко – верный, так сказать, путиноносец, который в свое время говорил человеку с избыточным весом, он говорил, что когда ты слишком много ешь, ты Путина обедаешь. Но это было на словах. Сейчас появляются люди, которые готовы это показывать на делах. В частности, например, сегодня у Белого дома с целью поддержать премьер-министра, посланника Божия Владимира Путина, собрались участники группы «Мне реально нравится Путин», это и социальные сети ВКонтакте. Они решили спеть песню «Блю Берри Хилл», ту самую, которую пел Владимир Владимирович Путин, у Белого дома. Вот с целью его поддержать. Там появились, естественно, появились какие-то опричники, непонимающие, что происходит. Они пытались их задержать. Но они сказали, что людей слишком много. Но потом люди, которые пришли, вот эти крестоносцы, они рассказали, что их акция мирная. И им разрешили спеть еще раз. Мы разрешили спеть песню. Это замечательно. Ибо, к сожалению, Путин влечет в Казани. Мы разрешили спеть песню еще раз. Да, Путин не услышал, но, наверное, мы услышем еще. Но еще одно движение очень сильное. Это движение людей, которые готовы пойти еще дальше. Эти пока только поют. Это цветочки, это песенки. Есть люди, которые готовы порвать за Путина. Вот я думаю, что мы сейчас увидим небольшой, так сказать, видеоматериал, который, собственно, рассказывает нам о людях, которые в своей любви к посланнику Божию Владимиру Путину готовы пойти на столь радикальные меры. Давайте, давайте уделим этому внимания. Приобщимся. Привет, меня зовут Диана, я студентка. Я без ума человека, изменившего жизнь нашей страны. Он достойный политик и шикарный мужчина. Он Владимир Путин. Его обожают миллионы, ему верят. Но есть кучка людей, которые поливают его грязью. Может, потому что боятся. Может, в силу собственной слабости. Потому что им никогда не быть на его месте. Молодые, умные и красивые девушки объединились в армию Путина. Армию, которая за него порвёт. Мы объявляем конкурс. Правила очень просты. Вы снимаете видео, как рвёте что-то или кого-то за Путина. Выкладывайте ролик в группе ВКонтакте. Та, чьё видео будет самым оригинальным, станет обладательницей iPad 2. А на что ты готовы ради своего президента? На то, что всё остается ещё 26 августа. Это когда? Скоро. 26 августа. Ещё есть у нас полтора месяца. На то, чтобы рвать всё, что вы видите вокруг себя. Всё, что вы порвёте, присылайте, пожалуйста, в редакцию нашей программы «Дидко-3». «Рвите ради Путина», Берсеневский переулок, фабрика «Красный октябрь», третий этаж, коллектив программы «Дидко-3», телеканал «Дождь». Живи не по Путину. Живи не по Путину. Сейчас уходим на рекламу, потом вернёмся в программу. Тихо. Тимофей. Филипп. Я, чехочко, чехо. Я, чехо, чехо. Я, чехо. Я, чехо. Дидко-3. В эфире программа «Дидко-3», которую я веду с моими братьями Тихоном и Филиппом Дзидко. Я, Тимофей Дзидко. Традиционно напоминаю про то, что в нашей передаче есть страница в Фейсбуке, которая так и называется «Дзидко-3», где уже 2057 читателей. И призываю вас активней оставлять там свои комментарии. Например, на этой неделе главная тема была очевидна, но по поводу остальных второстепенных у нас были большие споры. Поэтому ваши комментарии, в общем, нам помогли. Да, но я хочу сказать, что на самом деле споры, да не споры, но просто мы не сразу поняли, что эта тема, она несомненно присутствует. «Путин», «Бог», «Сурков», «Послание», «Русская нация», вот это вот все. Ну, в общем, Тихон все это потому говорит, что почаще заходите на наши страницы в Фейсбуке. Один мальчик зашел на страницу в Фейсбуке «Дзидко-3», и у него вырос хвост. Не теряйте... В Исковском лесу. У меня сейчас анализ, как у тебя, у тебя, вот ты тексты печатал какой-то? Напоминаю, что у нас есть страница в Фейсбуке, она так и называется, «Дзидко-3». Напоминаю, что наши беляши, они самые лучшие беляши на Дорогомиловском рынке, они готовятся исключительно из натуральной говядины. Слушай, минутка рекламы прошла, есть еще один великий человек, о котором мы не успели поговорить. Еще один Владимир Владимирович. Еще один Владимир Владимирович, сияние от него еще не исходит, насколько мы знаем. Но он тоже посланник, очевидно. Да, он тоже какой-то посланник, вот его, так сказать, лик. Он как бы и посланник, и он других делает посланниками. Вот, например, в радиостанциях Москвы ему звонил за комментарием, и он ее сразу сделал посланником. Да, он вообще любит, так сказать, журнал «Форбс» тоже попал в этот чудесный список. И радиостанцию «Свобода» он тоже сделал посланником. Ну, я думаю, что в своей душе он вообще много кого куда послал. Это человек Владимир Владимирович Киселев, чья фамилия за последние дни, да и месяцы стоит рядом. Прославился он в декабре, разумеется. Да, стоит рядом с разными словами, в том числе и со словом «Федерация». Прославился он... Очень аккуратно сказал, потому что он утверждает, что Федерация фактически не работает. Ее не возглавляет. Нет, на самом деле для меня вот этот персонаж Владимир Киселев абсолютно загадочный, такого возрожденческого типа клуба, да? Потому что непонятно весь, как этот механизм работает. Непонятно, пилится там, не пилится. Вот этот механизм. Нет, вот этот механизм, я думаю, работает как часы. Но непонятно, как работает механизм, если это у Фонда Федерации. Что вообще, что это такое? Нет, секундочку, все понятно. Он сказал в интервью «Джей Кью», которое мы сегодня будем цитировать, что у него есть дома тумбочка, из которой он берет деньги и раздает на благотворительность. Повтори еще раз, пожалуйста. У меня из дома тумбочка, из нее беру деньги и раздаю на благотворительность. Спасибо, я не понял, как работает Фонд Федерации. Короче, Фонд Федерации не работает. Во-первых. У тебя есть, еще раз, в интервью... У меня нет тумбочка. У тебя есть деньги, ты хочешь их пожертвовать на благотворительность? Тумбочка, ты приходишь к Киселеву, он тебе говорит телефончик. Да, ну хорошо. Мы знаем прекрасно, что было, например, названо огромное количество клиник, с которыми они якобы сотрудничают, клиники об этом ничего не знали. Мы знаем, что было оказано какое-то потрясающее... Нет, просто он делает это превентивно. Понимаешь, сначала называет клинику, потом клиника говорит, вот нам не дали деньги, или мы там не в списках, на самом деле. И потом, как только они о себе заявляют, деньги появляются. Как было с матерью этой... Мне кажется, он сменил работу. Девочка, кажется, да? Я знаю, что ты... Сказал весь... Сказал отсюда, значит, с... Ой, прости, извини. Так вот, он принес на интервью чемодан, где было написано с благодарностью от клиники, где я лечился этой девочкой. Я знаю, что ты работаешь в месте на букву «Ф», но я думал, что это место называется «Форбс», а не «Федерация». Так есть, «Форбс». Что ты сейчас так вот это объясняешь. Суть-то в чем, что... Нет, ты еще не понял, как работает фонд «Федерация»? Нет, я понял. Но, правда, дело в том, что человек, вот этот вот, Владимир Киселев, который как будто бы давно знаком с другим Владимиром, который посланник Бога, который как будто бы имел отношение к каким-то непонятным... Как будто бы он это не скрывает, но с ним говорил. Ну, с ним говорил, ну, мало ли. Слушай, там мальчик, которого в живот целовали, он тоже его с Путиным говорил. Но суть в том, что человек, который как будто бы имел отношение к каким-то левым схемам в городе Санкт-Петербург. Нет, причем спас группу земляне. Человек, который создал группу земляне, ему снится не рок-космодром, а зеленая трава. Довольно любопытно, кстати, то, что человек, который создал группу земляне, дружен, ну или, по крайней мере, знаком с человеком, который называют посланник. Направшийся параллельно, спасибо. Да, занятная такая... Хорошо, что именно этот человек раздает деньги. Да, но просто дело в том, что я до сих пор не могу понять, почему... Во-первых, почему этот человек такой агрессивный? Почему он такой неспокойный? Не, ну, если тебя так поливали в СМИ, как... Ну, в хорошем деле, выйди один раз, объясни. Твоя вот эта вот вся затея, это фикция? Или это не фикция? Несколько раз объяснял, что не фикция. Он не объяснил ничего. Больница получает деньги. Никто так понял, как это работает. Ни одна больница толком не заявила, что да, действительно, мы получили... Можно задать вопрос Тимофею Диткову? Тимофе Диткову, каково вам каждый раз из программы в программу, и особенно сейчас, когда речь идет об удивительном... Землянине. Землянине. Но? Становиться адвокатом дьявола. Что вы испытываете? Я готов... Я готов... Я готов... Переписать сценарий, ладно? В данном случае, я могу объяснить, просто вы не можете ничего противопоставить, потому что реально есть... Конечно. Они показывают этот чек огроменный. Сколько там... Я тебе могу... Двести пять... Двести семь. Двести семь. Двести семь. Речь идет о человеке, который подорвал доверие к благотворительной системе в целом. Как таковой. Не, не подорвал. Почему? Потому что ему я никогда не поверю. Там, в фонды Чулпан-Хаматов, по-прежнему... Откуда ты будешь знать, что новый, появившийся какой-нибудь Чулпан-Хаматов... Объясняю, потому что нормальный благотворительный фонд, он открыт. Он показывает, кто в него вкладывает, как проходит, читает и так далее. Конечно, все-таки у тебя есть претензии к Киселеву. Я не говорю, что у меня нет претензий к Киселеву. Смотри, создаётся мне его, как ты говорил. Я не говорил, что у меня нет претензий к Киселеву. Давай мы спросим у оператора. Говорил он, что у него есть претензий к Киселеву или нет? Просто вы на него наезжайте старыми... Секундочку. Старыми путями, со старыми претензиями, которые он уже отбил. Это путь в никуда. Я не знаю, что он там отбил. Это путь в тумбочку. Я не знаю, кому и что он там отбил. Ты говоришь, откуда у него деньги? Он уже сказал, откуда у него деньги. Просто смешно задавать вопрос, на который мы же ответим. Прекрати, все понятно. Есть фонд «Тумбочка». Человек говорит, мне просто появляются вот эти деньги, я их вот так вот беру и отдаю куда-то. А вы вообще не лезьте, и не дай вам путь. Потом через три фразы в этом интервью он говорит, что мне вообще денег никто не дает, на самом деле они их сами адресом туда отправляют. Потом еще через три фразы. Вы, что просто этих людей он не называет, и все. Это человек, который, когда он говорит, срабатывает фраза, когда вы говорите, мне кажется, что вы бредите. Абсолютно. А здесь это еще сопровождается нецензурной бранью, это непонятными грубостями, какой-то полной чухней. Мы должны еще обсуждать этот уникум. Я не знаю, но поскольку Тимофей, видимо, получает зарплату в фонде федерации. В фонде федерации никто не получает зарплату. Он уже про это говорил. Хорошо. Я не хочу больше говорить об этом земле, не прости господи. Нет, мне просто интересно, чем это все закончится. И почему такие странные иностранные звезды, почему они все на это ведутся? Деньги он там прямым текстом говорит. То есть они платят бабки там. А тому помогает организовать какую-то экспертацию. А тому помогли с этим, а этому заплатили кэшем. Из тумбочки. Обычная история российского... Софигизма. Нет, принимайте. Российский, российский, но иностранные звезды это же... Что им сказали, чувак, тебе платят бабло. Приезжай, посмотри на водку медведей. Кавиар, водка с энд сувенирс. А я еще Путина знаю, он такой классный, голый. Таких раз, но это не очень круто на их репутацию сказываться. Гос! Святые угодники! То есть вы хотите сказать, что им на нее наплевать? Я хочу сказать, что им никто не извиняет, не говорит, мы хотим вас пригласить на концерт, организованный странным землянином. Им говорят, мы вас приглашаем на благотворительный концерт. Они живут за океаном или еще где-то там. Они говорят по-русски. Да, говорят по-русски. И здесь медведи со звездой во лбу. Медведи. Да, Филипп. То есть вы не любите не только фонд федерации, но и западных... Ладно, я вас поздравляю. У нас совершенно не осталось времени для того, чтобы я вам рассказал о том, как я провел последние две недели. Без Киселева, прости господи, без Медведева, прости господи, без Путина, прости господи. Можно же начать рассказывать. Так вот. Время провел чудесно. Это лагерь по названию Камчатка, который находится под Псковом, где-то рядом с городом Изборском, такой старый-старый город, в лесах. Все живут в палатках, 70 человек детей. Поскольку времени вы мне не оставили, а поговорили об удивительном человеке на букву К... Еще есть две минуты, чтобы сказать, что это тянется. Да, я хочу вам прочитать отрывок из письма, который сочинили по мотивам посмертного письма Маркеса. Дети из третьего отряда. Это был ответ на задание. Мы там проводили разные мероприятия. В частности, было мероприятие на задании выборы. Каждый отряд должен был что-то такое про выборы сочинить. В частности, нужно было выдвинуть своего кандидата на роль вожатого. То есть, произнесить некоторую предвыборную речь, что бы я делал, если бы я был вожатым. И вот один из отрядов, первый отряд, предложил такой текст, созданный на основе текста Маркеса. Маленькое объяснение. Здесь будет часто упоминаться фамилия Ремер. Сергей Ремер – это директор лагеря Камчатка, которому это письмо и посвящено. «Если бы на одно мгновение Ремер забыл, что я всего лишь тряпичная марионетка, и дал бы мне возможность быть вожатым Камчатки, я бы спал меньше, больше времени проводил бы с детьми, понимая, что каждую минуту, когда мы закрываем глаза, мы теряем 60 секунд жизни. Я бы шел, пока все остальные стоят, не спал, пока другие спят. Я бы слышал, когда дети говорят, и как бы я наслаждался чудесным вкусом вина. Если бы Ремер одарил мне возможность быть вожатым, я бы надевал на каждую линейку смокинг и валялся бы на солнце, подставив теплым лучам не только мое тело, но и душ. Я столько вынучился бы у вас, дети. Я понял, что весь лагерь хочет жить на пригорке возле столовой, не понимая, что настоящее счастье в том, как мы поднимаемся в гору. Я понял, что вожатый имеет право смотреть на ребенка свысока только тогда, когда он помогает ему подняться. Все так говорит то, что чувствуешь, и делает то, что думаешь. Если бы я знал, что сегодня я в последний раз вижу ребенка спящим, я бы крепко обнял его и молился Ремеру, чтобы он сделал меня его ангелом-хранителем. Если бы я знал, что сегодня я вижу в последний раз, как ребенок вылезает из палатки, я бы обнял его и позвал бы на следующую смену, чтобы дать ему больше. Всегда есть завтра, и жизнь предоставляет нам еще одну смену, чтобы все исправить. Сокращаю. Поддерживай ребенка в трудные моменты, обращайся с ним бережно, найди время для того, чтобы сказать «мне жаль», «прости меня, пожалуйста», «спасибо» и «алоха» и все слова, которые ты знаешь. Никто не запомнит тебя за твои мысли. Если ты не скажешь этого сегодня, завтра может быть таким же, как вчера. Если ты этого не сделаешь никогда, ничто не будет иметь значения. Воплоти свои мечты, и это мгновение пришло. Это отрывок из письма, который написали дети по мотивам письма Маркеса. И это только маленький-маленький намек на то чудо, которое происходило эти две недели в отпусковом детском лагере. Реймер победил. Я думаю, у нас будет возможность еще обсудить в следующей серии это, поскольку мы надеемся, что следующая неделя не принесет нам того, что принесла это, и будет у нас возможность значительно более веселой темы обсуждать, и в частности услышать рассказ Филиппа о лагере Камчатка. Программа «Дзитко-3» на этом завершена. Тимофей Дзитко, Филипп Дзитко, я Тихон Дзитко. Сейчас мы еще буквально на 40 минут возвращаемся к первой теме трагедии. 40 секунд. На 40 секунд возвращаемся к трагедии на теплоходе «Булгария». И надеемся, что подобных бед и подобных горести в нашей жизни будет значительно меньше. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Тихон Тимофей Филипп Дзитко-3